здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об одном очень интересном и редко используемом стимуляторе роста развития растений а также средстве одновременно защиты растений от многих сложных с точки зрения борьбы вредителей растений мы поговорим с вами сегодня о щавелевой кислоте то что щавелевая кислота может регулировать рост растений было известно уже давно еще во времена советского союза был создан препарат на основе щавелевой кислоты который назывался оксалат аммония и он использовался для предпоседной обработки зерновых растений других растений с целью улучшения схожести семян и с целью улучшения урожайности увеличение урожайности сопротивляемости к болезням щавелевая кислота достаточно широко распространена в растениях она имеется практически в каждом растении зачастую она там находится в виде соединений с кальцием образуя оксалат кальция это чрезвычайно трудно растворимое соединение из него же кстати состоят и оксалатные камни в почках больше всего из привычных нам раз нам растений щавелевой кислоты содержится в щавле ну все его прекрасно знают кислые листочки кроме того что он содержится в щавле который выращивается в огороде это соединение содержится также и во всех других видов щавлю включая конский щавель и и так далее то есть те которые являются сорными для нас а что позволяет делать щавелевая кислота щавелевая обработка щавелевой кислотой практически полностью исключает систематическая обработка человека леви кислоты практически полностью исключает падение цветков и завязей вот так она регулирует рост растений кроме того у нее есть уникальное свойство которые нету у других кислот например уянтарный или молочный или аскорбиновой, она замедляет старение растений. Вот в опытах было очень здорово показано, что растение огурца парижский корнишон, а это достаточно ординарный такой старый сорт, обыкновенный сорт, который выращивается на грядке, при постоянном орошении щавелевой кислотой, а именно в соединении с аммиаком, он продолжал плодоносить в течение 18 месяцев, что совершенно не характерно ни для, в общем-то, огурца, ни для таких ординарных старых сортов. Не берем, конечно, в расчет такие суперпромышленные огурцы, которые выращиваются в крупнотоварных тепличных хозяйствах, современные гибриды. Это очень хорошо, это помогает продлевать сроки плодоношения для многих ранних сортов растений. Кроме того, было замечено, что орошение и опрыскивание растений растворами оксалата аммония позволяют увеличивать устойчивость к болезням, к вредителям, увеличивать размеры растения и так далее. То есть регулируют рост растения в положительную сторону. Кроме того, систематическое орошение растворами оксалата аммония позволяет избавиться от таких вредителей, как нематода, проволочник, личинка майского жука, медведка начинает избегать этих посадок. Это не означает, что однократное орошение уже позволит избавиться от всех этих вредителей, от всех этих проблем. Но постоянное орошение, то есть добавление оксалата аммония в каждую поливную воду уже поможет избавиться от этих вредителей. То есть оксалат постепенно будет накапливаться в почве и создавать неблагоприятные условия для вот этих почвенных вредителей. По правде говоря, в экспериментах также было и показано, что оксалат аммония снижает численность дождевых червей в том числе. Но это придется принять как такой компромисс, потому что на самом деле и более жесткие методы внесения химических препаратов против этих вредителей также снижают численность дождевых червей. Где же нам взять щавелевую кислоту и как нам приготовить оксалат аммония? Этим веществом щавелевой кислотой пользуются, например, пчеловоды. Ее можно посмотреть в пчеловодческих магазинах или же на специальных сайтах, которые продают товары для пчеловодов. Пчеловоды лечат болезни пчел, каких-то вредителей, то есть используют щавелевую кислоту для пчел. Кроме того, очень многие средства от накипи содержат щавелевую кислоту и созданы на основе щавелевой кислоты. Но самое важное, поскольку таких средств бывает очень много от накипи, необходимо точно прочитать, что в состав входит щавелевая кислота, что она там точно есть, а лучше всего, если она будет вообще единственным компонентом этого препарата. Ну или, по крайней мере, она будет там в максимуме каком-то, то есть основную массу этого препарата составлять. Щавелевой кислоты для орошения и для опрыскивания нужно очень-очень мало. Этим она хорошо отличается от янтарной кислоты. Действует она на растения почти точно так же, спектр ее действия гораздо шире, чем янтарной кислоты. Ну, в части регуляции роста она, конечно, не является источником энергии и не помогает улучшить энергетический баланс, она именно регулирует рост. Но ее нужно делать раствор концентрации примерно 0,001%. Это очень мало. Это означает, что вам необходимо 0,1 грамма щавелевой кислоты растворить в 10 литрах воды. 0,1 грамма – это очень маленькое количество. Вы можете видеть на фотографии, и отмерить его в домашних условиях практически не представляется возможным. Поэтому можно придумать вот такой вот вариант. Вы берете примерно 1 чайную ложку щавелевой кислоты и растворяете ее в половине литра воды, например. Ну, как вариант. В одной чайной ложке щавелевой кислоты находится примерно 5 грамм щавелевой кислоты. Вот этого количества вам хватит на 500 литров воды. Для того, чтобы получить из нее оксалат аммония, необходимо сюда добавить аммиака. На такое количество щавелевой кислоты пары накапливаются аммиака. Этим он и опасен. Необходимо примерно 2 чайные ложечки аммиака с избытком. То есть мы точно всю щавелевую кислоту переведем в оксалат аммония. Таким образом, этот раствор может храниться и 500 часть этого раствора может использоваться вами для растворения в 1 литре воды. Соответственно, 50 часть от 500 мл может использоваться вами для растворения в 10 литрах воды. Соответственно, вот на 50 ведер пол-литра вот такой банки вам хватит для обильного орошения и для опрыскивания ваших растений с целью их укрепления, переотвращения опадания завязей, улучшения роста и развития, улучшения сопротивляемости к неблагоприятным факторам среды, таким как засуха, жара, холод, а также для постепенного избавления от всевозможных почвенных вредителей. Надеюсь, что этот способ вам понравился, поможет вам держать ваши растения в порядке. Он абсолютно универсальный, он подходит абсолютно для всех растений. Раствор этот может храниться очень и очень долго, столько, сколько вам надо. Он не портится. Соответственно, может использоваться в течение всего периода времени. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего.